Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка, и сегодня очередной урок «Аль-Малдуу Та-Мина Ашар», то есть 18-я тема по книге. Тема урока «Харфубад», и здесь у нас будут слова, в которых есть эта буква. Аль-Келимет уль-Дядида, новые слова, бахикя, это глагол, смеяться, бахикя, смеяться, мы видим в начале. Бэй-Бун, это яйца, бэй-Бун, яйца. Мэри-Бо, мэри-Бо, это заболеть. И будем знакомиться ближе с словами, новыми и предложениями. Бахикя, это смеяться, мы видим Харфубад, она пишется точно так же, как буква САЛЬ, которая была в предыдущем уроке, только у нас есть точка, да, и этой точкой они отличаются. Ну, произношение тоже, конечно, различается. Бахикя, мы видим три буквы, коренные, это глагол, в прошедшем времени ГУА, да, ГУА БАХИКА, то есть с этим изменением сочетается, чтобы вас картинка не смущала, да, так как здесь невысована девушка. И теперь смотрим на предложение БАХИКАТИЛЬБИНТ или БАХИКАТИЛЬБИНТУ. Обратите внимание, здесь у вас нету буквы, вернее, гласовки над этой буквами. То есть в основе должна быть эта буква САЙКИНА с суккуном БАХИКАТ, но после нее идет слово с артиклем, да, этот артикль тоже с суккуном ГАХИКАТИЛЬБИНТУ. В арабском языке это сочетание не приветствуется, и поэтому здесь будет добавляться такая временная кассра, которая появляется именно из-за сочетания, да, то есть если мы отдельно бы сказали, этой кассры бы не было. Но из-за этого сочетания двух суккунов появляется в временной кассра. БАХИКАТИЛЬБИНТУ, то есть девушка засмеялась. Далее смотрим следующее слово. ТАФАЛБАЛЬ, 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 здесь ХАПАБАЛЬ в удвоении, в середине, да, то есть мы видим в середине линии в начале и в окончании уже хвостик, он как бы на строчке. ТАФАЛБАЛЬ, то есть это слово используется, как вы видите, когда мы хотим кого-то пригласить к чему-то. Итак, слово ПАФАЛБАЛЬ означает прошу, да, например, прошу садись, прошу пей, когда вы что-то предлагаете сделать, да, кому-то. И предложение ПАФАЛБАЛЬ, слово ПАФАЛБАЛЬ отдельно тоже у нас имеет СУКУН, да, то есть должна здесь огласовка быть СУКУН. Ну, так как и в предыдущем предложении у нас здесь ХАМЗАТАЛЬ ОСАЛЬ и следующая дим СУКУНа, поэтому мы прочитаем ТАФАББАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, ПАФАДБАЛЬ, да, если мы остановимся, тогда начнем ИДЖИЛИС, ПАФАДБАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, если сделаем паузу такую, да, прошу, садись на стул. Если соединим, тогда здесь будет КАСРА. ТАФАББАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, ПАФАДБАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, ПАФАДБАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, ПАФАДБАЛЬ ИДЖИЛИС АЛЯЛЬ КУРУСИН, БАФАДБАЛЬ, это глагол прошедшего времени переводится как ПРОДАЛ, то есть БАКОЛЕЙЩИК ПРОДАЛ ЯЙЦА, да, и здесь мы видим БАФАДБА с садхой, потому что это прямое дополнение. Далее МАРИБА, МАРИБА, ЗАБОЛЕЛ, АРБУБАД, здесь в отдельности, потому что перед ней буква РА, которая не соединяется, и БАФАД, последняя буква в этом слове, МАРИБА, ИСМАИЛЮ, МАРИБА, ИСМАИЛЮ, то есть ИСМАИЛ, ЗАБОЛЕЛ. Далее мы видим здесь, вам предлагают аяты, в которых встречается эта буква, вы почитаете с ним, ознакомитесь. В упражнении далее вы увидите разные написания ХАРПАБА, изучаете еще раз, если еще не запомнили, и прописываете. Следующее упражнение ИКРАВАКТУ, вы читаете и прописываете. Здесь я вам прочитаю некоторые слова, скажу перевод после. Да, так АХАПАБАТ, бывает буква трубит по изношению некоторым студентам. БАРАБА, ИАББРИБУ, БАРИБ, МАДРУБ, МИДРАБ, МАРИБА, МАРИБ, РОМАДАН. БАРАБА это ударить, он ударил. ИАББРИБУ, это настоящее время этого глагола. В принципе, МАРИБ, это больной, можно еще. РОМАДАН, знаете это слово, РОМАДАН, это РОМАДАН. ПАЛЬБУН МАРИБ, ПАЛЬБ это сердце, то есть будет больное сердце. ДжЕМАЛЮН МАДРУБ, ДжЕМАЛЬ это верблюд, МАДРУБ это как бы побитый, побитый верблюд. МАРИБА САЛИМ, тут не ФАТХА, МАРИБА САЛИМ, то есть заболел САЛИМ. ДжИСМУН БАМИРУН, ФАТА РОМАДАНУ, ЦЕФЕРА БЫРАРУ, РОДЮЛЮН ФАБЫЛЮН, БАКО ОМИЗ. ОМИЗ это рубашка. Это прочитывайте, прописывайте слова, которые вам указала, можете их выучить. Дополнительно, потому что это часто используемые слова. Далее у вас идет МУКАБАЛЯ САЛУКИЯ, БАЙНА ДАЛЬ УАДБАД, то есть схожие звуки. Иногда некоторым не ясна разница между ДАЛЬ и БАД, поэтому здесь вы можете потренироваться их различать. Итак, упражнение 1. Первое упражнение послушай и повтори. ДАРБУН, БАРБУН, БАЙДА, БАБА, ФЕРДУН, ФЕРБУН, ДАРВА, БАРА. То есть вы видите здесь разницу в звучании. Еще раз можете несколько раз прослушать, повторять, потому что иногда многие не различают, особенно на первый этап. Сначала будет понятно, как произносить. И у меня на канале есть два урока в доступе открытом про букву «Ла». И кому интересно, можете посмотреть и более подробно изучить эту букву. Следующее упражнение нужно указать на букву «БАД» в следующих словах, которые здесь представлены, написав номер этого слова. Например, «БАДА», 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 «БАДА». Пишите буквы «БАД» в третьем слове, значит номер три. И так со всеми словами в этом упражнении. Далее у вас есть слова, в которых или буква «БАД» присутствует, или «ДАЛЬ». Например, «БАИФУЛЬ» пишите «Аль-Харфу БАД», «ДАРА» «Аль-Харфу ДАЛЬ». То есть есть здесь «ДАЛЬ» и здесь «БАД». И со всеми словами. И последнее упражнение здесь – это «ИКРА», «ВАДТУП», «ПРОЧИТАЙ» и «ПРОПИШИТ». Тоже слова, в которых есть или «БАД», или «ДАЛЬ». «ФАБЫЛЯ», «НАДИТ», «БАХИК», «БОЛАЛЬ», «МАДАР», «БАДИЛЬ», «ФАЯБАН», «ДАЛИЛЬ», «БОМАН», «МАРИБ». Прописывайте, читайте, тренируйтесь, и иншалла у вас все получится. На этом наш урок подошел к концу. Не забывайте подписываться, комментировать, делиться благими знаниями. Иншалла встретимся с вами на следующем уроке. Ассаляму алейкум, арахматуллахи, оверет.